День Победы – праздник, к которому с особым трепетом готовятся в учреждениях образования. В детских садах и школах городского округа проходят патриотические уроки и классные часы, посвященные 9 мая. Дети учат стихи, делают рисунки и рассказывают о своих героях, участниках войны. Все радуются победе, то, что война уже закончилась. Все со слезами, ведь без слез нельзя так веселиться. Ведь это очень хороший праздник и очень грустный. Тщательно подбирая каждую деталь, воспитанники дошкольного отделения 20-й гимназии делают открытки к 9 мая. На них георгиевская ленточка, фотографии ветеранов и незабудки, а последний штрих – белые голуби – символы мира. Эту открытку я посвящаю своему прапрадедушке. Он был минометчиком, а звание у него было старший сержант. Он имел четыре награды – две за отвагу и одну за боевые заслуги и за победу над Германией. Это мой прадед. Когда его заправили на войну, ему было 23 года. Во время войны у него было легкое ранение. После лечения в госпитале он снова вернулся на фронт, где сражался с фашистами. Своей открыткой я хочу поздравить всех с Днем Победы. А дети постарше ученики 2-го Б вооружились цветными карандашами. Тема урока рисования – День Победы. На листке белой бумаги они изображают то, с чем у них ассоциируется этот праздник. Я рисую пластики к 9 мая. Это когда победили в Великой Отечественной войне. Я этот рисунок хочу посвятить своему прадедушке и всем ветеранам, которые подарили нам мирное небо. Пусть небо будет голубым, пусть бомбовозы по нему не прилетают ни к кому. Не гибнут люди, города. Мир нужен на земле всегда. Луиса Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.